Витаю всех на фабрице новинной. Я Анастасия Федорович, имя и сегодня Игорь Ряковенко, российский оппозиционный политик. Витаю вас, здравствуйте. Здравствуйте, Анастасия. Да, вы сразу вспомнили, что вы не любите, когда вас называют политик, поэтому еще добавлю медиаэксперт, социолог, потому что мы уже, знаете, привыкли, что с вами разные темы обсуждаем, поэтому вы для нас просто универсальный человек, но мы все это помним. Благодарю вас. Спасибо. Я просто хочу сказать, что я точно не политик. Я не думаю, что кто-либо из российских экспертов, с которыми вы беседуете, полностью соответствует статусу политика. Да, вы видите, иногда я был в Госдуме, знаете, уже тоже называют себя политиками, поэтому все, мы принимаем. Я был в Госдуме, но тем не менее я все-таки понимаю, что никаким политиком я не являюсь. Извините за столь долгую статусу. Давайте начнем из Курской области, потому что издание Бильти пишет, что ВСУ полностью закрыли восточную границу котла на Курской области. Там, оказалось, пишут 3000 русских солдат. Ну и, что интересно, местная власть заявляет о том, а именно губернатор региона Алексей Смирнов, что власти Курской области создадут добровольческий отряд на поддержание правопорядка на территориях, куда, внимание, вторглись вооруженные силы Украины. Я пыталась много раз перечитать вот эту фразу, каким образом, может, думаю, что не так поняли в СМИ, но нет, это правда. Они, наверное, как я поняла, хотят собрать людей, добровольцев, не зная откуда, и послать туда, где сегодня контролируют территорию украинского войска. Правильно я понимаю, это как? Вы знаете, мне трудно... Вообще, вот этот человек, его фамилия Смирнов, вот, он, так сказать, на сегодняшний момент исполняет обязанности губернатора Курской области, и, значит, сейчас он... Это не единственное неадекватное действие, которое он совершает. Он сейчас, вот, в настоящий момент очень активно занимается собственными выборами. То есть его задача убрать, так сказать, такую неуважительную приставку ИО к своей должности, стать полновластным губернатором Курской области. И для него самое главное сейчас выборы. То есть вот сейчас Курская область, она частично находится под контролем вооруженных сил Украины. На другой территории, на другой части, которая пока еще подконтрольна, значит, российским властям, постоянно идут обстрелы. Большое количество беженцев, если я не ошибаюсь, свыше, ну, примерно полторы сотни тысяч беженцев находятся. То есть людей, которые лишены дома и находятся в странствиях, в поисках жилья. Им там выплачиваются, ну, или, по крайней мере, обещают фантастическую сумму в 15 тысяч рублей. Ну, просто для сведений, я понимаю, что украинская аудитория не в состоянии понять, что такое 15 тысяч рублей, но просто люди, которые лишились жилья, я специально посмотрел по риэлтонским конторам Курской области. Для того, чтобы 15 тысяч рублей, это, ну, я не знаю, можно ли снять какую-нибудь, так сказать, собачью будку, если добрая какая-нибудь собака согласится уступить за такую сумму, за несколько косточек. Вот, то есть это вообще ничто. Это на эти деньги там комнату не снимешь. Вот, то есть, и вот в этой ситуации он собирается, значит, организовать выборы. И теперь он собирается еще организовать, если я правильно понимаю, вот это сообщение, он собирается организовать партизанское движение на территории подконтрольной сегодня вооруженным силам Украины. Я не думаю, что он сможет найти людей, потому что на самом деле местное население, оно как раз очень лояльно по отношению к ВСУ, ни одного движения, там, ни одного, так сказать, там, я не знаю, коктейля Молотова, ни одной попытки атаковать вооруженные силы Украины не было. Поэтому, это, конечно, невероятная глупость, и, по сути дела, это единственное, чем можно объяснить, что, во-первых, то, что этот исполняющий обязанности губернатор Курдской области, он просто дурак, и второе, это то, что он всячески пытается как-то выслужиться перед Путиным для того, чтобы его переназначили. Ну, и знаете, что еще интересно вот в этом всем, что мы же ожидаем каких-то, наверное, увольнений, я не знаю, наказаний тех, кто виноват в том, все, что произошло, но мы пока только видим, что пока там занимается в Кремле бывшая команда Ишегу, в частности, уже третий зам, видим, что уже уволен. Но я так понимаю, что от Белоусова сегодня не стоит ожидать никаких оправданий, никаких заявлений, потому что молчание до сих пор продолжается, что интересно, Путин даже, ну, мне кажется, теперь не пытается на кого-то повесить вот эту вину, да, что произошло в России. Как это все понимать? Ну, во-первых, действительно, то, что произошло, это, конечно, произвело шоковое впечатление на тех людей, которые интересуются политикой в России, потому что, ну, мы уже говорили с вами о том, что впервые за последние 80 лет войска иностранного государства находятся на территории, ну, что называется, такой канонической России, да, то есть не оккупированными землями, не новыми так называемыми территориями, а на, что называется, международно признанными территориями России. Там находятся зарубежные войска, и по концепции, по нескольким документам, по нескольким законам, которые приняты в России, это и доктрина международной безопасности, это и концепция использования ядерных сил, Россия сегодня должна была, главнокомандующий, а это Путин, он должен был бы отреагировать, так сказать, использованием всех без исключения сил, которые находятся в распоряжении Российской Федерации, то есть включая ядерную триаду. Ну, такова вообще концепция национальной безопасности. Если враг, что называется, враг вошел на территорию России, что называется, топчет святую русскую землю, извините, вот за такой вот жагон, но верховный главнокомандующий должен просто, ну, что называется, вдарить всей мощью, в том числе и ядерной триадой. Ничего похожего нет, ничего похожего, близко даже нет. Значит, я уж не говорю о том, что никто из тех, кто проспал, значит, вот это вот наступление вооруженных сил Украины на Курской области, там, Герасимов, который, значит, со своей военной разведкой, ну, говорят, что военная разведка что-то там говорила, но ей никто не поверил. Но, опять-таки, Герасимов, начальник генштаба, Бортников со своим ПСБ, который тоже обладает определенными разведывательными функциями, тоже ничего. Ну, и, кроме всего прочего, в распоряжении Бортникова пограничные войска, которые пропустили, просто открыли ворота, пропустили, так сказать, вот что называется, проходите, пожалуйста, дорогие украинцы, мы вас тут давно ждали. Ну, и так далее. Ну, я уж не говорю о этом замечательном клоуне, значит, Аптиалу Диновой, который, так сказать, со своими тикток-войсками бежал, устанавливая мировые рекорды побегу, завидев издали украинские войска, а потом, так сказать, отбежав на безопасное расстояние, начал рассказывать о том, как он уничтожил сто пятьсот миллионов украинских военнослужащих. Вот, так что реакция вот такая. Никаких красных линий нет, понимаете? Мне кажется, что вот это вот наступление, курское наступление вооруженных сил Украины, вот вся эта курская операция, она перевернула вообще многое в сознании и наших западных партнеров, и мне кажется, и в сознании украинцев она, эта операция вселила уверенность, потому что, ну, долгое время на протяжении значительной части второй половины 2023 года, начала 2024 года, это было некоторое уныние, потому что было лобовое столкновение, восемь месяцев был разрыв в американской помощи, что очень серьезно сказалось. Лобовое столкновение, при котором Россия просто громадным образом превосходит в живой силе, в технике, в снарядах, в боеприпасах, и это, безусловно, в таком лобовом столкновении выигрывает, ну, как в любом столкновении выигрывает тот, у кого больше масса, а масса больше, безусловно, в России. И это привело вот к этому наползанию в Донецкой области, который сейчас продолжается, но сейчас в известной степени это компенсируется значительно большими территориальными успехами Украины в Курской области. Поэтому ситуация стала совсем другой. Западные партнеры уже начали как-то поживее реагировать. Война вернулась на, что называется, на первые полосы СМИ. Она вошла в центр, так сказать, интересов сегодня западного политического сообщества. И я думаю, что в России это вызвало уныние, разочарование. Ну и действительно, все же понимают, что происходит. Там мало, не всегда это прорывается на, так сказать, на федеральные эфиры, хотя и там тоже, в общем, все больше и больше пропагандисты, откровенные сторонники фашистского режима, они все больше и больше, так сказать, задают такие раздумчивые вопросы. А что вообще происходит? А это вообще что? Вот мы вообще, так сказать, собираемся как-то отвечать? Нет, Путин не реагирует, он ездит, там, Коран целует по приказу этого самого Кадырова, ездит спасать Газпром в Калиеву, значит, занимается чем угодно, только не проблемой защиты собственной территории. Так что вот такая вот ситуация. Я думаю, что эффект, огромный эффект, прежде всего, такой воздействия на общественное сознание, на западное, российское, украинское, вот этой операции в Курской области, он совершенно неоценим. Есть еще одна проблема, это может быть для Кутина, это пока только предположение, я так понимаю, СМИ обратили внимание, что из-за событий в Курской области Приднестровье может оказаться без газа, потому что известно, что был захват украинскими военными газоизмерительной станции Суджа в Курской области, ну, пока в Молдове заверяют, что есть антикризовый план, но на него нет денег. Вот смотрите, если говорить, пока вот брать к вниманию тот факт, что публично, да, мы видим, что Путину не сильно там важна, это Курская область, а если говорить про потери Путиным, те территории, которые он раньше захватил, есть Грузия, ну, там, правда, другая история, там, правительство такое пророссийское сегодня, к сожалению, ну, например, взять по вниманию Приднестровье, да, а вдруг сейчас Молдова быстро, да, там, подсуетится и как-то попробует эти территории вернуть. Это будет больно Путину, если говорить про те территории, которые уже давно под его контролем? Ну, смотрите, значит, Грузия, да, действительно, сейчас это грузинская мечта, которая просто куплена. Там ситуация парадоксальная, просто один миллиардер Иванишвили купил парламент, по сути дела, и, в общем-то, да, какие-то настроения внутри грузинского общества, они эксплуатируют, прежде всего, желание, так сказать, избежать, избежать какого-то прямого столкновения с Россией, но, тем не менее, абсолютно проевропейские и проукраинские настроения грузинского общества и абсолютно пророссийские и антиукраинские настроения правительства. Это, безусловно, парадокс. Но я не исключаю, я сейчас, я не могу сказать, я не эксперт по Грузии, но я с интересом жду и слушаю экспертов октябрьских выборов, парламентских выборов, потому что такое гигантское противоречие между настроениями общества грузинского, в том числе, прежде всего, молодежи, и расклада в парламенте, ну, это далеко не всегда так бывает. Это, в общем-то, противоречие, которое ждет своего разрешения. Мы все понимаем насчет того, что там, как бы, очень сложно конвертировать эти протестные настроения в какую-то политическую силу, и, к сожалению, видимо, не получится до выборов создать какую-то политическую силу в Грузии, которая бы аккумулировала вот эти вот протестные настроения. Но, тем не менее, я очень надеюсь, что все-таки грузинская мечта не получит большинство голосов на ближайших выборах. Вопрос, конечно, насколько они пойдут на фальсификацию, используя в том числе и, так сказать, вот этот вот закон об агентах, который направлен против НКО, которые должны контролировать, так сказать, частоту выборов. Но это вот отдельная история. По крайней мере, здесь, как мне кажется, все возможно, и Путин может потерять свое влияние в Грузии. Что касается Приднестровья, то я думаю, что этот вопрос, ну, в общем-то, это такая застарелая болячка, она, в общем, как бы будет компенсирована, она рассосется со временем, и молдавское правительство не собирается это форсировать, это неоднократно уже обсуждалось, в том числе, вот у меня на канале, мы говорили с экспертами, что молдавское правительство не собирается сейчас форсировать решение Приднестровского вопроса, и по мере движения Молдовы в сторону Евросоюза, эта проблема, она будет органическим образом решена, потому что, в общем-то, люди понимают, где хорошо, где плохо. Что касается самого главного, как мне кажется, когда вы говорите о потере территорий захваченных, то самое главное, это, конечно, Крым. И вот недавнее заседание глав Министерства иностранных дел европейских, где украинская делегация очень настойчиво требовала, просила, убеждала в необходимости разрешить, снять запрет на удары по российской территории и компенсировать тот невероятный разрыв между обещаниями и реальностями, это касается, прежде всего, сил ПВО. Ну и в конечном итоге, я думаю, что решение этих двух вопросов – это разрешение Украине бить по российской территории тем оружием, которое им дается, и второе – это устранение вот этого разрыва между обещаниями оружия и реальными поставками. Я думаю, что в этом случае, в общем-то, деоккупация Крыма произойдет неизбежно. Когда, это, естественно, безответственно сейчас говорить, но это вполне реально, потому что известно из истории, что как только Крым превращается в остров, то есть перерезается связь с материком, он сдается в течение нескольких недель. Крым невозможно удержать, и никто его не мог удержать. Ни, так сказать, сторонники, ни противники Красной Армии, белогвардейцы не могли удержать, ни, значит, советские войска не могли удержать, ни гитлеровцы, когда происходило контрнаступление. Поэтому здесь тоже, я думаю, что это реально. И вот это, как мне кажется, это будет нокаутирующий удар. То есть, вот деоккупация Крыма, как мне кажется, может произвести просто разрушительное воздействие на сознание, в том числе и военных. Потому что тогда непонятно, а зачем все жертвы, зачем началась эта война, если, что называется, был Крым наш, а стал не наш, вернулся в Украину. Вот это будет, мне представляется, что этот удар невозможно будет каким-то образом компенсировать. Ну и пока, правда, говорят в Евросоюзе, в частности, что Боррель, что никто в ЕС не хочет находиться в состоянии войны с Россией, но удары европейским оружием по РФ нужно разрешить. Что ж, будем, конечно, наблюдать за действиями наших западных партнеров. Но тем временем, ну, Путин себя так неплохо чувствует, потому что известно, что он 3 сентября впервые посетит страну, которая обязана его арестовать по ордеру Газского суда. Кремль уже заявил официально про визит президента России в Монголию. Более того, там еще в 23-м году представителя Монголии избрали судьей Международного уголовного суда на 2 года. Что это значит, Игорь, что от этого вот визита, начиная с Монголии, теперь Путин может себе спокойно летать в те страны, где его должны были бы арестовать, и ему ничего за это не будет? Нет, я думаю, что все-таки тут ситуация такая. Действительно, это парадоксальная история. Тут уже, я уже сегодня с утра высказался, что у монголов есть шанс, второй шанс, история им дает второй шанс оказать очень существенное воздействие, решающее воздействие на мировую историю, потому что первый шанс они использовали в 13-14 веке, когда захватили всю северную часть Евразии, и существенно изменили жизнь народов на значительной части Европы и Азии. Ну, а сейчас вот дается шанс еще раз сыграть такую вот историческую роль в мировой истории, значит, арестовав Путина и тем самым прекратив эту войну. Вероятность того, что это произойдет, конечно, это, значит, знаете, так, событие из ряда, значит, а что если так вдруг, да? А что если вдруг? Вот. Вероятность этого события, с моей точки зрения, равна нулю. Просто причина, она становится понятной, если мы посмотрим на карту. То есть, Монголия находится в таком, это, ну, большая по европейским меркам страна, но небольшая по азиатским. И вот она зажата между двумя гигантами, между Россией и Китаем. У нее нет границ ни с кем, кроме России и Китая. Вот. И в воздушном пространстве. То есть, представить себе, что Путин, приехав в Монголию, окажется задержан, арестован, и передан в руки международного правосудия, что приставы международного уголовного суда заранее приедут туда, и Путина они встретят в аэропорту, вероятность этого события равна нулю. Просто потому, что встретить они его могут. А куда они его будут девать? Каким образом они его будут? Даже если представить себе, что руководство Монголии примет решение войти в жесткую конфронтацию с Россией, ну, здесь вольно или невольно, не важно там, как будут дальше разворачиваться события, но это жесткая конфронтация с Россией, ну, и, в общем-то, и с Китаем тоже, и в Монголии, ну, просто посмотрите на карту, что там происходит, да, как она со всех сторон окружена. Вот. Но даже вопрос транспортировки возникает. А куда его девать? Через какую, в какую сторону должен лететь самолет, или, так сказать, скакать лошадь, для того, чтобы этот трофей доставить до Гааги. Вот. Это, ну, такая вот странная история, поэтому я думаю, что Путин хорошо это представляет себе, хотя можно надеяться на то, что вот какой-то черный лебедь прилетит в монгольские степи и клюнет, так сказать, Путина в темечко. Надежда на это, конечно, есть, но это надежда именно вот так, на такое чудо. Хотя ситуация забавная. Я думаю, что ни одна другая страна, кроме Монголии, которая подписала, которая является, так сказать, признает Международный уголовный суд, является подписантом, ни в одну другую страну он не поедет. Он не поехал даже в Южноафриканскую республику, которая, так сказать, входит в БРИКС. БРИКС. Вот. И понимая, что, так сказать, ну, там вот его могут точно забрать. Потому что, ну, здесь, так сказать, ну, такого степени, такой степени давления нет. Любая другая страна, кроме Монголии, которая подписала соглашение, она, конечно, его выдаст. Так что, я думаю, что путешествие Путина по миру все-таки ограничится вот этой вот замечательной страной. Ну и по поводу того, что происходит внутри России, интересное было заявление главы Роснефти Игоря Сечина. Он пожаловался на высокую налоговую нагрузку, которая, по его мнению, вредит нефтяной отрасли. По его словам, что налоговая нагрузка в 19-23-х годах составила 75%. Как такое может быть? Сегодня нефть это то, от чего Путин получает деньги. Если возможно, что-то Путин может своими руками эту отрасль убить. Что означает эти жалования Игоря Сечина? Я думаю, что это все связано прежде всего с тем, что тяжело приходится и Газпрому. Газпрому выточен на сегодняшний момент. Наворованное непосильным трудом богатство Игоря Сечина, которое, прежде всего, это большая кража, кража века у ЮКОСа, у Ходорковского, она сейчас превращается, в общем-то, в некоторый неликвид. Потому что, значит, российская нефть сейчас покупается за рупии, с огромными скидками Индии, Китаем тоже с огромными скидками. и, в принципе, некогда невероятно доходное предприятие, они становятся, в общем-то, убыточными. Так что, вот этот вот стон, так сказать, стоны, которые издает господин Сечин, они связаны не с налоговой нагрузкой, а с тем, что эту российскую нефть особенно и девать-то некуда. Ну и к такой международной еще политике вернемся, потому что стало известно, как сказал Джейк Салливан, что США и Китай не смогли согласовать конкретный план по переговорам о завершении войны в Украине. Вообще скажу, что это, наверное, был сюрприз для всех, что США и Китай обсуждали этот план, потому что изначально по итогам встречи была речь о том, что просто затрагивали тему Украины, войны в Украине, но здесь, оказывается, они еще хотели согласовывать конкретный план. Как думаете, в чем главная проблема, какой план мог показывать Джейк Салливан, вот тот, который был интересен еще на конференции, когда Зеленский представлял всем главам разных государств свой мирный план, да, или какой-то, может, план США, ну и Китай, так понимаю, в свою очередь, наверное, хотел свой план предложить. В чем здесь главная проблема? Потому что говорили про Украину без Украины. Ну вот вы, собственно, ответили на этот вопрос. Главная проблема это то, что разговор об Украине без Украины. Ну и, кстати говоря, и без России тоже. Вот, это само по себе достаточно абсурдная затея говорить о мире без Украины и без России. Значит, план Китая, он более-менее известен, это, так сказать, просто вот остановить войну на той линии разграничения, которая есть. То есть, оставить Путину на съедение, так сказать, все, все оккупированные территории. Это, безусловно, во-первых, это не устраивает Путина, потому что Путин ставит гораздо более амбициозные задачи. Во-вторых, это не устраивает Украину. Поэтому это не устраивает никого. Поэтому мирный план Китая это полный абсурд. Что касается мирного плана Соединенных Штатов Америки, я не знаю, какой план представлял Салливан, но в целом, в общем-то, США более-менее склоняются, насколько я понимаю, к тому плану, который Украина представляет. Но сама идея попытки выработать какой-то мирный план для Украины и России без Украины и без России представляется довольно абсурдной. Поэтому я думаю, что это еще одно проявление того самого переговора Бесия, эпидемия которого шагает по-прежнему по планете. Сейчас она вроде немножко поутихла. После того, как Путин заявил о том, что после наступления Украины в Курской области никаких переговоров не будет. Я надеюсь, что это хоть как-то остудит вот этот пожар, просто пожар переговора Бесия, который очень сильно вредит. потому что он создает ложные иллюзии. Ну и также, что интересно, сказал Зеленский на пресс-конференции, что Курская область входит в план победы Украины. Ну как думаете, входит ли Курская область в план победы Путина, да, Россия? И все же, да, в конечном счете, насколько вот эта операция может быть для нас выигрышной. Потому что очень многие уже пишут СМИ, в частности Форбс, что если Украина хотела достичь целей, чтобы Россия отвела войска Донецкой области, то у нее ничего не получилось. В любом случае, Зеленский сказал, что это входит в план победы, но вот теперь интересно, каким образом, вот что нам даст в конечном счете эта территория? Ну, это уже дало, я еще раз говорю, самый главный эффект от наступления Курской области, это прежде всего изменение общественных настроений. А это очень важно, воюют-то люди и принимают решения по поддержке или не поддержке тех или иных действий люди. И вот то, что вот это наступление в Курской области показало, что Россия, что Украина может побеждать, побеждать, бить врага на его территории, что Украина может захватывать территорию противника, что Россия, которая выглядела как какой-то гигантский монстр, так сказать, непобедимый, она, в общем-то, терпит поражение, что территорию в России можно занимать, что Россия может проигрывать, это, безусловно, меняет вообще в целом общественное настроение. И на Западе, мы видим, как изменились общественные настроения на Западе, произошло воодушевление определенное, и в самой Украине, и в том числе в России, где все больше и больше раздаются голоса о том, что вообще происходит, что мы сделали, мы напали на врага, который нас на нашей территории бьет. Это совсем другая история. Поэтому я думаю, что это успех, огромный успех Украины, который показал, что Украина, самое главное, может победить, потому что до этого, ну, такая вот была негласная установка, что главная задача, что Украина не может победить Россию. Вот это вот главная была установка на Западе. Почему, собственно говоря, медлили с оружием и со всем остальным. была вот такая установка, ну как, Россию победить невозможно. Оказывается, возможно. И это самое главное. Это самое главное, что есть. Это изменение общественного настроения. Потому что воюют в конечном итоге не самолеты, не пушки, а воюют люди. И люди, от их настроения, от их соотношения пессимизма и оптимизма во многом зависит исход войны. Благодарю вас, Игорь, за важный разговор и за, конечно, время, которое вы для нас всегда находите. Спасибо вам. Спасибо, Анастасия. Удачи, берегите себя. Всего вам доброго. Дякую вам. Игорь Яковенко, социолог, медиаэксперт. Друзья, дякую каждому, что довели это видео до конца. Закликаю быть активными, ставите вподобайки этому видео, ну а також подписку на фабрику новинка. Звісно, чекаемо коментарии, и каждое ваше слово для нас надзвичайно важливо. Бережите себя. Субтитры сделал DimaTorzok